Поездка в Болгарию. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божие. Луки 9, 62. Для меня эти слова значат много, поэтому я решил в следующее лето участвовать в перевозке Библии в страны Восточной Европы. Отвезти книги нужно было в Болгарию. Нам предстояло получить автомобиль с тайником, заполнить его Библиями и проехать в Грецию транзитом через Болгарию, оставив там груз. На этот раз вторым водителем был мой знакомый автомеханик. В качестве переводчицы с нами поехала одна студентка. Двумя месяцами ранее я купил себе новый Opel Omega, на котором мы и отправились из Финляндии в Вену. Иногда я чувствовал себя уже несколько старым для подобной деятельности, но в таком приятно молодом обществе я и сам помолодел. В Австрии на базе Международной организации операции мобилизации ОМ мы получили небольшой грузовик с жилым модулем, который был оснащен тайником. Заполнив его доверху Библиями на болгарском языке, мы двинулись на восток. На болгарской таможне наша машина неожиданно подверглась тщательному досмотру. По-человечески в такой ситуации не было никакой надежды на то, что тайник не обнаружат. Но невозможное человеком возможно Богу. Луки 18, 27. Если Он открыл дверь, то ее никто не сможет затворить. Только благодаря Его непостижимой милости мы смогли пройти таможню. Из Болгарии мы продолжали свой путь в Грецию, в город Фессалоники. Там у одной миссионерской семьи был большой книжный склад с Библиями на болгарском языке. И многие группы курьеров завозили Библию в Болгарию и при возвращении в Австрию. В Фессалониках мы заметили, что у нашего автомобиля перестали работать передние тормоза. Посчитав, что износились тормозные колодки, мы решили купить новые и отправились искать пункт обмена валют. Но в это время как раз началась сиеста, после обеденный отдых. Под палящим солнцем мы долго ходили по городу в поисках работающего пункта обмена валют и сильно устали, пока его нашли. Теперь оставалось найти запчасти к Тойоте. Мы обошли несколько магазинов, но подходящих нигде не было. Кто-то нам посоветовал пройти еще три километра до большого специализированного магазина Тойоты. И снова мы усталые, под немилосердным южным солнцем поплелись вперед. Сил оставалось все меньше и меньше. Настроение падало. Давайте остановимся и прямо здесь, посреди улицы, совершим молитву, предложил я. Мы рассказали Богу о нашей нужде, а потом продолжили свой путь. Пройдя около 30 метров, мы увидели мужчину, сидящего на стуле, перед дверью своей лавки. На наш вопрос, далеко ли еще до магазина Тойоты, он ничего не ответил, а стал расспрашивать, кто мы такие и откуда. Через минуту из лавки вышел другой мужчина. Он вынес для нас стулья, и мы смогли отдохнуть. Вскоре нам также принесли бутылку холодной минеральной воды и стаканы. Узнав о нашей проблеме, мужчины сказали, недалеко отсюда есть небольшая автомастерская. Сейчас мы туда позвоним, и за вами приедут. Через несколько минут к той лавке действительно подъехала большая машина. На ней мы съездили за нашей Тойотой и в мастерской ее тут же отремонтировали. Бог ответил на нашу молитву так быстро, что мы могли только удивляться и благодарить Его. У нас не было веры, передвигающей горы, но мы увидели, что Бог может в одно мгновение уладить любые наши земные дела, если мы на Него полагаемся. В Греции мы опять взяли Библии на болгарском языке, намереваясь оставить их Болгарии на обратном пути. На границе в этот раз нас ожидало испытание. Семеро таможенников принялись разбирать нашу машину. Мне стало так дурно, что я почувствовал, как язык буквально липнет к горлу. Наша переводчица попросила у таможенников разрешения вернуться назад. «Сначала мы проверим вашу машину, а потом можете ехать куда хотите», — грозно ответил мужчина. «Нам ничего не оставалось делать, как только ждать, наблюдая за ходом событий. Мы тревожно переглядывались в опасении грядущего ареста. Я тихо взывал к Богу о помощи. У всех испытаний есть одно общее. Их меру определяет Господь. В этот раз Он не позволил таможенникам обнаружить тайники, и нас отпустили». Снова в Румынию Следующим летом я снова отправился в Румынию. Программа поездки была нам уже знакома. Сначала на своей машине до Вены, где нас ожидал автомобиль от организации ОМ. Потом встреча в Румынии финской фуры, ее разгрузка и, наконец, развозка Библии верующим, живущим в разных уголках этой страны. По пути в Австрию я был вынужден выслушать комментарии и ценные указания заднего сидения по поводу моего вождения. «Наверное, трудностей с прохождением таможни и передачей книг не будет», – подумал я, решив, что дорога в Австрию и является главным испытанием для меня в данной поездке. «В Вене мы получили автомобиль марки Мерседес 508, грузовой кузов которого был переделан в жилой. На нем мы отправились в Румынию. На этот раз трудностей с пересечением границы у нас на самом деле не было. Поздно вечером, заехав в Румынию, мы припарковались на обочине и решили переночевать. После полуночи раздался внезапный грохот. Позади нас остановилась груженная фура. Через минуту кто-то стал настойчиво стучать в дверь нашей машины. Нарушители покоя хотели получить от нас бензин. В ответ я что-то сурово прокричал. Некоторое время гости еще зло топтались рядом с нами, но выламывая дверь не встали и вскоре уехали. Следующей ночью нас ждала разгрузка фуры. С наступлением сумерек мы остановились недалеко от места встречи и в ожидании решили поесть. Обойдя машину, я вдруг заметил, что бензобак протекает. Я нащупал в его днище маленькую дыру. Надо было срочно что-то предпринять. Заточив перочинным ножом зубочистку, я воткнул ее в отверстие, а потом еще залепил его жевательной резинкой. Течь прекратилась. Около полуночи мы получили свою часть груза и, проехав пару часов, остановились на ночлег. На рассвете я подошел посмотреть, сколько за ночь натекло бензина. К моему удивлению, под машиной была лужица всего лишь размером ладонь. Около полудня мы остановились в одном городе. Проезжавший мимо велосипедист постучал к нам в дверь и погазал рукой под машину. Там была огромная лужа бензина, и он еще продолжал течь. Я натянул на себя рабочий комбинезон и полез искать дыру. Оказывается, прожавевший бензобак стал протекать уже и в другом месте. Я опять вымазался в горючем, но с помощью зубочистки и жевательной резинки все же смог остановить течь и в этот раз. С наступлением темноты мы прибыли в маленький городок и нашли семью, которой должны были передать книги. Отец семейства и старший сын захотели дождаться глубокой ночи. Только тогда проводили нас к дому за городом, которым следовало оставить груз. Когда наступила ночь, мы проехали почти 10 километров, и наши провожатые сказали остановиться на обочине. Я с ними отправился пешком до нужного дома, а женщины остались в машине. Идти пришлось в полной темноте. Через минуту на трассе появился автомобиль, свет фар которого осветил всю окрестность. Мужчины тут же притаились, как солдаты в минуту опасности, и я последовал их примеру. Когда все стихло, мы пошли дальше. Внезапно со стороны дороги послышался стук копыт и скрип телеги. Мы опять притаились. Но вдруг собака, сопровождавшая телегу, с лаем понеслась на меня. Я замер. Где-то далеко моя семья ждет мужа и отца, а я в страхе прячусь от животного в темноте румынской ночи. К счастью, хозяин позвал собаку, и я успокоился. Наконец мы достигли нужного дома. В нем было две квартиры, одна из которых пустовала. Именно в ней нужно было оставить библии и продукты питания. При помощи света от фонарика провожатый показал мне двор, ворота и подъезд к дому. Потом объяснил, что я должен ехать сюда вслепую, не зажигая фар. Эта задача показалась мне невероятно трудной. Я побежал к машине и прыгнул за руль. Проехав около двухсот метров, я вдруг заметил, что один из наших провожатых машет мне рукой. Я остановился, но он куда-то пропал. Что случилось, я не знал, но ехать дальше не мог. Сначала я стоял на обочине со включенными габаритными огнями, но когда ко мне стали подходить ночные прохожие и жестикулировать что-то, объяснять, я выключил свет. Прошло около получаса, когда вновь появился наш провожатый, и при включенных габаритных огнях и тусклом свете фонарика мы тронулись в путь. В кромешной темноте я продвигался со скоростью пешехода, но, по милости Господа, в овраг не угодил. Разгрузка книг была в самом разгаре, как вдруг самый верхний ящик с грохотом упал на пол машины. Это разбудило соседскую собаку, и она начала лаять. Мы на миг замерли. Из соседнего двора донеслись крика хозяев в адрес пса. Продолжая работу, мы двигались словно тени. Потом я отвез провожатых домой и остановился на стоянке на ночлег. Часы показывали три часа ночи. В конце Божьего поля Рассказывая о работе библейских курьеров, обычно отмечают только хорошие стороны. Этих людей описывают как борцов, особо исполненных Божьей силой, благодаря чему они способны выбираться из самых трудных ситуаций. Иногда даже создается впечатление, что речь идет о каких-то сверхчеловеках, которых будничные проблемы вообще обходят стороной. Однако библейские курьеры не лучше других людей и порой тоже причиняют душевную боль своим ближним, даже во время служения. Но несмотря на свои слабости, они совершают работу во имя Бога. Во время поездок они имеют возможность почувствовать Его благоволение. Мы тоже испытали это не раз. Иногда мне приходилось везти машину 16 часов подряд, и достигнув места ночевки, я все равно не мог заснуть, несмотря на полное изнеможение. Но Господь в своей удивительной заботе хранил меня от тяжелых аварий и несчастных случаев. Для меня, как для курьера, самым приятным было наблюдать, как христиане преследуемых общин получали Библии. В те минуты я ощущал присутствие Бога, сердце наполнялось радостью, и от недавних огорчений не оставалось и следа. Я пишу эти строки в то время, когда железного занавеса уже нет, а ко мне подошла старость. Гусли моей души играют вечернюю молитву. Я часто вспоминаю слова теолога Тапио Ноуси Айнена. В конце Божьего поля работают послушные икони. Больше не надо натягивать уздечку и погонять их кнутом. Они хромают, как Иаков, их морды и бока в царапинах, но они смиренно и умело тянут плуг. Борозда получается настолько глубокой, что небесный сейтель может бросить в нее сотню семян. Поездки в Израиль Железный занавес уже давно прекратил свое существование, изнуряющие поездки в закрытые социалистические страны остались позади. Теперь не надо было думать, например, о предстоящих поисках ночлега где-то в Румынии. Об этом остались лишь воспоминания. Однако, несмотря на приближающуюся старость, особых проблем со здоровьем у меня не было, и сил для курьерской работы еще хватало. Как-то раз в свой летний отпуск я провел с семьей на работе в Израиле, в Машаве, Ядха-Шмона. После этого мне захотелось приехать в эту страну снова, но с целью привезти сюда Евангелие. Мир получил от евреев Ветхий и Новый Завет, и я, как христианин, почувствовал себя в некотором долгу перед ними. Более двух тысяч лет назад евреи ожидали, что обещанный Богом Мессия, будучи сильнее Давида, освободит их от римского ига, и отвергли Иисуса. К сожалению, в столь печальном состоянии израильский народ находится до сих пор. Но Библия открывает, что так будет не всегда, и евреи еще примут Иисуса как своего Господа и Спасителя. Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иаква» Римлянам 11, 25, 26. Скоро исполнится пророчество Захарии, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодать и умиление, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» Римлянам 12, 10. «Мне было чуть больше десяти лет, когда закончилась Вторая мировая война. Я не забуду, как даже в Финляндии евреев называли жидами, считая их людьми второго сорта, а немцы вообще не считали их за людей, и как вредных насекомых травили ядовитым газом. Но, вопреки всему, евреи выжили. Это Божий народ, и Бог сам хранит его. Во время войны вряд ли кто-то думал, что через несколько лет евреи создадут независимое государство Израиль, а Иерусалим впоследствии станет его столицей. Но это произошло, и произошло именно тогда, когда Германия была в развалинах и находилась под оккупацией. «И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них, и во дворю их на земле, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им», говорит Господь Бог твой. Амос 9, 14, 15. Это пророчество сбылось, и мы всему этому свидетели. Первая поездка с Библиями в Израиль. Однажды друг позвал меня с собой в туристическую поездку, во время которой мы должны были провести в Израиль Библии. Ветхого Завета у евреев предостаточно, но с полным текстом Библии ситуация обстоит совершенно иначе. В Израиле уже существовали небольшие христианские общины, хотя основной религией этой страны является иудаизм. Нам было известно, что в Бейершеве есть христианский книжный магазин, и продавцом в нем работает Аллави Сювянтия. Этот человек родился в Финляндии, но в молодости переехал с родителями в Израиль. К нему мы и решили отвезти Библии, большая часть из которых была на русском языке, остальные на еврите. Уложив книги на дно моей сумки, мы отправились в путь. На этот раз мы имели дело со свободным западным миром, ведь Израиль являлся демократической страной. И если израильские таможенники найдут у меня Библии, то они их могут конфисковать, но вряд ли я буду сурово допрошен и взят под стражу, как это дважды случалось в Советском Союзе. Конечно, я знал, что ортодоксальные евреи широкополых шляпок доходят до крайностей в своем протесте против Нового Завета, считая его книгой язычников, и могут позволить себе противозаконные действия. И все же, веря в правильность своего дела, я чувствовал эмоциональный подъем и не сомневался в благополучном исходе. В аэропорту Хельсинки наш туристический багаж ни у кого не вызвал подозрения. Только одному из попутчиков сказали, что вес его сумки больше положенного. Однако, не взяв с него дополнительной платы, сумку пропустили. Что произойдет, когда будут проверять наш груз в Тель-Авиве? С этой мыслью мы сели в самолет. После того, как мы приземлились, нас провели на паспортный контроль. Приветливые женщины в форме проверили наши документы. Потом мы получили свой багаж и, погрузив его в тележки, направились на таможенный досмотр. По пути мы встретили нескольких полицейских, но они лишь бросили на нас беглый взгляд. Никто даже не спросил, что мы везем и какова цель нашей поездки. В итоге, вместе с другими туристами, мы автобусом поехали в Иерусалим в гостиницу. На следующий день мы отправились к Олаве Сювянтью. Он и его брат Калерво были известны в Израиле как люди, которые раздают Библии на разных языках всем желающим. Их отец Каарло прибыл в страну еще во время британского мандата и, получив гражданство, начал распространять Слово Божье. Теперь по его следам шли и сыновья. Олаве заказал в Финляндии большие тиражи Библии на разных языках, и ему приходилось немало платить за транспортные расходы. Он давно мечтал о том, чтобы финские туристы взяли транспортировку Библии на себя, и теперь он принял наш подарок с большой благодарностью. Олаве поведал, что некоторые ортодоксальные евреи спрашивали у него о Библии, почему книга язычников переплетена вместе с нашими святыми книгами. В таких случаях предоставлялась хорошая возможность пояснить евреям ветхозаветные пророчества об Иисусе как о Мессии. Нижний магазин Бейершеви несколько раз пытались поджечь. Как-то в вентиляционную трубу залили бензин и подвесли к ней зажженную спичку. Но благодаря тому, что дома в Израиле строят из огнеустойчивого камня, пожара не случилось. Были и другие попытки нанести урон со стороны ортодоксальных евреев, но Алави и его маленький магазин продолжали служить еврейскому народу. В Израиле у нас было много времени подумать о продолжении таких поездок. Мы согласились выяснить, на каких языках здесь преимущественно говорят. Тогда мы сможем закупать Библии на этих языках и возить их в Израиль. В дальнейшем мы с женой в составе разных туристических групп совершили несколько поездок в Израиль и каждый раз главной нашей целью было привезти в эту страну Библии. Но потом нам пришла мысль самим собирать туристические группы из верующих, которые, как и мы, желали привезти евреям Евангелие. Так открылась новая страница в деле распространения Библии в Израиле. Организация туристических групп В поддержку миссионерской работе в Израиле председатель группы Эксодус в регионе Сатакунта устраивал мероприятия, на которых собирались пожертвования для покупки Библии. Мы заключили договор с бюро путешествия, согласно которому, если мы соберем группу из 30 человек и больше, для нас забронирует отдельный самолет, и мы получим разрешение на право 600 килограмм багажа дополнительно. Похоже, в бюро путешествий были уверены, что собрать такую группу у нас не получится. Мы собрали группу из 32 человек, и я несколько переживал, как мы со всем нашим грузом пройдем Тель-Авивскую таможню. Такое количество багажа, безусловно, привлечет к себе внимание. Ответственность за поездку лежала на мне. В аэропорту Ван-Таа я показал документы на багаж, и никаких проблем у нас не возникло. Так началась первая поездка в Израиль, организованная нами туристической группой, главной целью которой была провоз Библии в эту страну. Наш самолет приземлился в Тель-Авиве и подрулив к зданию терминала. Мы выстроились в очередь на паспортный контроль. Каждый из нас, помимо своих вещей, должен быть взять одну сумку с Библиями. Распределив багаж, мы, наконец, направились в сторону таможни. Все тянули тележки, заполненные большими сумками зеленого цвета. В них лежали Библии. Мне, как руководителю группы, следовало идти первым. В этот момент я вспомнил все, что пережил на советской таможне, и как провозил Библии в Восточную Европу. В свое время железный занавес по-настоящему служил преградой для провоза духовной литературы. Теперь мы везли Библии открыто, не пряча их в тайниках. С багажной тележкой, заполненной до отказа, я медленно приближался к пункту досмотра. Группа следовала за мной. Таможенники уже ждали нас. «Что в сумках?» – спросили они. «Книги», – коротко ответил я. Один из таможенников дал знак рукой, чтобы мы продолжали путь. По дороге к автобусной остановке мы увидели председателя миссии «Эксодус», шедшего нам навстречу. Мы сразу отдали ему 600 килограммов Библии, а позже он пришел к нам в гостиницу за остальными книгами. Так, без лишних затрат, мы доставили в Израиль примерно тонну Библии на разных языках. Доставка Библии в Израиль владела моим умом и сердцем, и я снова и снова организовал поездки, в которых участвовал и сам. Мы считали особой привилегией то, что могли провозить Слово Божье в страну обетованную. К нашему огорчению бюро путешествий стало уменьшать вес дополнительного груза. Теперь нам разрешалось провозить с собой не более 200-300 килограммов, в зависимости от количества участников. В одной из поездок наш груз почти полностью состоял из Библии на русском языке. Мы передали их финскому миссионеру, у которого в тому времени не осталось ни одного экземпляра русских Библий. Позже он рассказал нам, что в тот день к нему подошел человек и смущенно спросил. «У членов нашей общины, говорящих по-русски, нет личных Библий. Можно купить хотя бы две. Можете вязать, сколько вам нужно. Причем бесплатно». Не помня себя от радости, мужчина стал благодарить миссионера. Это был не единственный случай, когда Господь, проявляя заботу о душах евреев, использовал привезенный нами духовный хлеб. В один прекрасный день из бюро путешествий пришло извещение о том, что нам больше не будут давать разрешения на провоз дополнительного багажа. Теперь нам осталось довольствоваться тем количеством, которое разрешалось провозить пассажирам на общих основаниях. В Израиле начинают печатать Библии. О сложившейся ситуации рассказал братьям Сювянте и членам христианской миссии, живущим в Иерусалиме. Как раз в то время в Израиле начали появляться Библии, напечатанные в мини-типографии Виктор Асмадья, пастор одной из общин миссианских евреев. Из-за отсутствия в Израиле тонкой бумаги эти Библии были заметно большего размера. И из-за ограниченного тиража цены на них были выше, нежели на отпечатанные в Финляндии. Я захотел побывать в этой типографии, и мне с женой предоставилась такая возможность. Виктор Асмадья встретил нас приветливо. Когда супруга сделала несколько фотоснимков, он предупредил, чтобы мы нигде не показывали их публично, даже в Финляндии, иначе он может попасть в поле зрения ультра-ортодоксов. Виктор работал уже долгое время, и до сих пор ему никто не мешал, поэтому он хотел и дальше сохранять свою деятельность в тайне. После посещения типографии Виктора Асмадья, мы решили изменить стратегию своей работы в Израиле, и уже не возили туда Библии, а просто собирали деньги и отправляли их пастору Асмадья. Теперь братья Сювянтьо и другие финские миссионеры могли получать Библию у него. Раздатчик Библии Я получил известность раздатчика Библии и в Финляндии. Часто незнакомые люди звонят мне и просят Библии на разных языках для себя или своих ближних. Некоторое время многие российские евреи переезжали в Израиль через Финляндию. Израильская компания Эль-Аль совершала рейсы между Хельсинки и Тель-Авивом. Тогда я был председателем группы «Эксодус». Мы организовали прием евреев, приезжавших из Санкт-Петербурга и доставляли их в Хельсинский аэропорт в Аантаа. Встречи с евреями мы использовали для того, чтобы рассказать им об Иисусе Христе и подарить Библию. Я запомнил одну семью, которую мы с женой приютили в нашем доме. Супруги были искренне благодарны нам, когда получили от нас детскую Библию на русском языке. Слово Божье вечно. Оно пришло к нам сквозь тысячелетия истории и никогда не исчезнет и не устареет. В нем даны четкие указания, как можно обрести вечную жизнь и стать по-настоящему счастливым. Когда-нибудь вечность откроет нам, кто из людей, получивших Библию из наших рук по окончанию земного пути, вошел в небесный Иерусалим.